Всем привет! С вами Надежда на моем канале Страничка Надежды. У нас утро, не раннее на утро, все еще спят. Я, честно сказать, плохо спала очень, потому что я вчера весь вечер искала документы, и я их не нашла. У меня огромная стопка документов всяких разных за все те года, которые я здесь прожила. Огромное количество всяких писем, всяких счетов заплаченных. Документов, сертификатов, в общем, огромное количество. Я вчера искала, 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 и так и не нашла. А искала я очень нужную, важную бумажечку. Такая бумажечка просто, написанная на принтере, напечатанная, так сказать. Ценности в ней никакой нет, просто бумажка. Но без этой бумажки меня не пустят на экзамен. А у меня завтра экзамен по вождению. Не знаю точно, сколько уроков я прошла. Я-то говорю тихо, потому что ребята спят еще. А наверху не хочется Агафью разбудить. Да, у меня экзамен по вождению. Не знаю, сколько я уроков взяла. Надо будет мне сесть с моим инструктором и посчитать, сколько всего уроков я взяла. Мне само интересно. Я хочу посчитать, сколько я потратила на вождение, чтобы дойти до сегодняшнего дня. Завтра у меня тест. Мурашки по коже. Мурашки по коже. А нашла я эту бумажку. Положила ее в папочку. Сегодня нашла ее. Сегодня нашла ее. Сертификат она называется. Эта бумажка называется сертификатом. Здесь с номерами, со всеми нужными. Номер сертификата и так далее, и так далее. Без нее меня никак, экзамен невозможно будет сдать. А также мне нужно... Мои водительские права. Вот такие вот. Это называется временные водительские права. Это такая пластиковая карточка. Так и написано. Provisional Driving License. Ну, то есть по-русски это временный. Вот видите, буква L. Здесь в уголке буква L. О, буква L. То есть я learner. Учусь. Если я завтра сдам экзамен, мне выдадут сертификат о том, что я сдала экзамен. А потом я даже не знаю. Мне, видимо, надо будет его куда-то послать. И мне выдадут такую же карточку. Только уже это будут мои постоянные права. Помните, я как-то говорила о том, что в Британии тебе не обязательно иметь паспорт. То есть ты можешь жить... Есть британцы, которые прожили всю жизнь у себя на родине. Они в Британии и не имеют паспорт. Паспорт делают только, если ты хочешь ехать за границу. Вот те же самые водительские права, чтобы их получить, тебе паспорт не нужен. Ты можешь сертификатом рождения, банковской карточкой, еще какой-то идентификационной карточкой жить. И права, они заменяют паспорт, скажем так. Это странно, может быть, для каких-то других стран. Но вот в Британии вот так вот. Я детям сделала паспорта только тогда, когда мне нужно было выезжать из страны. А так они бы жили без паспорта. Он, в принципе, внутри страны нигде не нужен вообще. Если у тебя есть свидетельство о рождении, например, или свидетельство о вождении, то это заменит паспорт. В общем, у меня день начался. И с хороших новостей я сейчас такая была уставшая. Я перелопатила все документы, какие у меня вообще были. И не могла никак найти этот сертификат. И вот наконец-то его нашла. У меня такое хорошее настроение, потому что я уже думала отчаяться. Ну, потому что без него какой смысл идти на урок, не на урок, на экзамен. Если у тебя нет этого сертификата с собой, тебе не дадут сдать его. И тут в последний момент я его нашла, когда уже отчаялась, представляете? Вот так вот бывает. Бывает, отчаешься уже, а все получается, все нормально. Снято много материала, но это надо сидеть и монтировать, подбирать музыку и все. И в общем, у меня реально просто времени не хватает на все. Я эту неделю, последнюю неделю, практически каждый день ездила на машине, ездила, ездила, чтобы быть уверенной, что я готова к экзамену. И в тот день завтра, когда у меня экзамен, я еще до этого экзамена еще час буду ездить. А сам экзамен один час. Расскажу, как это было и так далее. Снимать, конечно же, ничего не дадут, но я что-то, так сказать, по дороге туда, может быть, что-то буду снимать, может быть, нет, не знаю. Не уверен вообще, интересно вам или нет. Но когда я начинала вождением заниматься, мне казалось, что это будет интересный такой контент, который я все-таки не смогла снять, потому что учительница не хотела, чтобы я записывала ее голос и, в общем, была против того, чтобы я записывала какое-то видео с уроком не получилось. Так что вот так вот не получилось контента, скажем так. Ну, я понимаю, что, может быть, для вас это какая-то тема, ну, такая, надоела Надя со своим вождением. Для меня это вождение, это большой шаг, это большое, как бы, ну, для меня это достижение. Сдать на права. Кроме того, что я, наконец-то, решилась сдать, потому что я много лет не решалась, потому что это очень дорого. Надо посчитать, будь, как я сказала, сколько мне это все вышло. Кроме этого, ну, как бы, на мой взгляд, это не так просто сдать на права. И лично для меня это достижение. Не только, как вот я это сделала, а для того, чтобы развивать хозяйство, строиться, я поняла, что мне нужна машина, как ни крути. До последней моей поездки в Россию я, как бы, понимала, что, да, нужна была машина, но я как-то не ощущала этого. А вот когда съездила на хутор, мы там строили, что-то ломали, вывозили, привозили, обустраивали, и я поняла, что без машины вообще никак. Так что машине, конечно же, быть. Вы скажете, Надя зачем-то сдавала на права в Англии, если ты собираешься водить в Россию. Ну, потому что я уже говорила, что я не собираюсь покидать Британию. Здесь я прошла большую часть своей жизни. Британия прожила что-то около 18 лет. В Израиле я прожила около 9 лет. И в Крыму я прожила тоже 9 лет. То есть Британия – это та страна, в которой я прожила большую часть своей жизни. И я люблю эту страну. Здесь у меня родились дети. И я не собираюсь ее покидать. Меня периодически спрашивают об этом. Я еще раз повторяю, что я не собираюсь покидать Британию. И мне права в Британии тоже нужны. Во-первых. Во-вторых, если ты умеешь водить машину, то проблемы не будет сдать в другой стране. То есть я уже узнавала это. Я со своими британскими правами смогу в России водить полгода. Полгода, а потом мне нужно будет сдать экзамен. Согласитесь, это намного проще, чем вообще с нуля начинать вождение в России. Тем более у меня с русским языком не очень хорошо, как я говорю, что я иногда не понимаю, что мне говорят. И поэтому мне как раз умение уже водить поможет в России сдать на права. Вот. Вот такие вот дела у нас. Я слышу наверху какие-то движения. Кто-то уже там просыпается. У нас на улице дождь. Льет дождь и холодно. Вот такая у нас погода. А также я вчера заметила, что уже в парках начинают цвести крокусы. Здорово. Сейчас всего лишь середина февраля, а уже крокусы начинают цвести. Уже вот так вот вылезли. Бутончики уже, но еще как бы не цветут, но вот-вот начнут цвести крокусы. В моем саду уже, не знаю, наверное, полтора месяца точно цветут. Подснежники я вам показывала. Вот такой в Британии мягкий климат. Овечки пасутся круглый год. На зеленых полях солнца мало и так далее. В России, конечно, другой климат. Как я вот смотрю, как я изучаю по интернету, российский климат, калужский климат, что зима холодная, но зато и лето жаркое, в отличие от Британии. Когда бывает года, что и лета-то и нет, ну и зимы тоже нет. Сегодня буду заниматься делами, не буду ни монтировать видео, ни снимать, особенно вот сейчас досниму, и все. Просто потому, что есть дела домашние, которые мне нужно закончить. И я не хочу отвлекаться. Завтра у меня тест. Не хочу ничем заниматься до теста. А когда сдам уже с легкой душой или не с легкой душой, посмотрим, как я сдам. У меня тест рано утром. Уже буду заниматься монтированием, что-то вам снимать, что-то рассказывать. Потому что на самом деле тем для видео просто завались. На две жизни хватит. У меня есть книжечка, блокнотик в другой комнате, в котором я записываю темы, на которые я бы хотела бы снять видео. И там столько тем. Но, к сожалению, у меня просто не хватает времени, сил, чтобы все это снимать. Поверьте мне, темы некоторые очень интересные. Очень. Но вот хреновый я блогер. Потому что на самом деле блогерство у меня это как хобби, а не как работа. То есть это занимает у меня по оставшему, как это говорится, по остаточному принципу. Осталось время, тогда снимаю, монтирую. Не осталось, тогда не снимаю, не монтирую. У меня дети на домашнем образовании, поэтому тоже занимает много эта часть жизни, времени. И просто снимать постоянно не получается. Продолжение следует...